Мы уже решили, будто Шкода вывела на рынок все версии новой Октавии, но оказалось это не так. Теперь настал черед представить миру версию на компримированном природном газе, или проще говоря, метане. В Россию метановые Шкоды пока не собираются. Зато нам интересно посмотреть, как надо делать битопливные машины по всем правилам. У Октавии три баллона для хранения природного газа, изящно расставленные по всему кузову. Одна стальная емкость упрятана под задним диваном, а еще две композитных разместились под полом багажника. Да, объем отсека уменьшился на полторы сотни литров, зато сохранились все возможности для трансформации салона. Скажем, у нашего Ларгуса единственный баллон расположен за спинкой заднего дивана. Поэтому универсал теряет всю свою практичность, так как лишается и половины багажника, и возможности трансформации. Авторы отечественной концепции уповают на дешевизну переделки, а также на большую дальнобойность, ведь штатный бензобак остается на месте. У Октавии бак крохотный, всего на 9 литров бензина. Он нужен, чтобы запустить двигатель при низких температурах, а также чтобы дотянуть до газовой заправки, которые встречаются реже бензиновых. Впрочем, на 17 килограммах метана Шкода должна протянуть 500 километров, а с полным баком 95-го почти 700. Ради возможности работать на газовом топливе, полуторалитровый турбомотор потерял 20 сил. С ним состыкован только 7-ступенчатый преселектив DSG, тогда как любимая европейцами механическая коробка не предлагается вовсе. Переход на метан сулит немалые выгоды, ведь кубометр природного газа стоит примерно втрое дешевле 1 литра бензина, хотя сама машина обойдется дороже чисто бензиновой. Все выкладки мы сможем точно проверить только осенью, когда стартуют продажи. Сейчас европейские дилеры отдают базовый лифтбэк за 27 тысяч евро, а за битопливную версию, скорее всего, попросят около 30. К слову, метановая «Октавия» продавалась и в старом кузове, но тогда газобаллонное оборудование полагалось только лифтбэку, а сейчас на голубое топливо перешел и универсал.